СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ И с ним устраиваем увлекательную, надеюсь, беседу. Ну, мы ведь не только, мы еще своих интересных людей приглашаем. Главное, чтобы они были интересны, знали хорошо тему, были профессиональными, хорошими людьми, да? Давайте сразу же представлять наших гостей. С вашего позволения, с основной, наверное, гостью, как раз-таки, да, приехавшей к нам в город впервые. Великолепной красоты девушка, сразу надо сказать. Не умаляя достоинств еще одной девушки, которая присутствует в нашей студии. Давайте представим. Да, сегодня в нашей передаче участвует на Айпшабнам Паша Газы, журналистка телеканала Дуния ТВ, город Баку, ведущая программы «Вятаним Азербайджан», что буквально переводится «Моя родина Азербайджан». Все верно. Добрый день. Салам алейкум брия. Азиз Алиевич сегодня будет выступать еще в роли переводчика. Да, я буду сегодня в роли переводчика, потому что наша основная гостья, к сожалению, не очень хорошо говорит по-русски. Стесняется. Да, стесняется того, как она говорит. Но это, я думаю, что придаст еще такого шарма нашей передаче, да, когда мы... Да. Я буду все время на синхронном переводе. Настоящую азербайджанскую речь мы сегодня будем слышать. Еще раз добрый день. Здравствуйте. Офигеть. Да. Не менее прекрасные наши гости. Роксана Бабаева, главный редактор портала «Айкиров». Все верно. Здравствуйте. Добрый день. Почему Роксана здесь присутствует? Потому что, ну, Роксана этническая азербайджанка. Ну, не совсем, но да. Ну, по крайней мере, до передачи мне не надо. Практически. Но потом поговорим об этом. Да. И у нас в студии Эльнур Гусейнов, президент благотворительного фонда Азербайджан, член Общественной палаты Кировской области. Добрый день. Добрый день. Ну, поскольку у нас тут практически такой журналистский состав, да? Да. И мы заявляем тему сугубо журналистскую. Роль журналиста в укреплении межнациональных отношений. Да. Потому что, когда журналисты, которые говорят, они не могут жить в вере. Имеют право на существование именно вот такая формулировка, да? Конечно. Привет. Привет. Прежде всего, приветствую. Извиняйте, что я не говорю по-русски. Да, ладно. Бuna göre да, мэн Азербайджан делиндэ данышачам. Поэтому буду говорить по-азербайджански. Поближе микрофона здесь ходим сюда. Да. Угу. Продолжайте. Мэни бу радио я дэвэт этдинисчин, сизэ дэрэминаттарлэгамы билдерям. Спасибо за то, что пригласили. Благодарю вас. Вэ Азербайджан халгадыным бютюн русс халганы саламлира. Я от имени азербайджанского народу приветствую весь российский русский народ. Как почетно находиться сейчас на этом месте. Да. Расскажите. Пожалуйста, о том, что за телеканал, на котором вы работаете, Дуния ТВ, город Баку, что за программа. Дея билерсис, верилищ виза, программа виза, канал виза, канал виза, ня канал, ня верилищ. Расскажите. 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 Увидели доброту и гостеприимство российского народа. А сколько в России вы уже работаете? Расскажите. 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 А сейчас мы в Кировской области. Дуния ТВ ватанным Азербайджан лайхасы оларақ, bizim лайханин әсас мәксәді руссия халки да Азербайджан халки арасында марифтлэндереки көркюгурмақты. Наши передачи строить мосты между российским и азербайджанским народом. Я так понимаю, что вы приезжаете в город и начинаете выяснять, как здесь живут, существует уроженство Азербайджана. Вы можете разоровать, камеры, вы не знаете, что Азербайджан лынгры здесь живут? Азербайджан лынгры, мы здесь живут, бывают артики, историю, культурные, местопосещения, традиции. Продолжение следует... 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 за это время попасть. Это я комментирую просто. Попасть в этот театр вам не попасть будет в этот театр. Я к Роксане хочу обратиться. Роксана, как коллега, оцените глубину теоретических знаний нашей коллегии из Баку. Ну, это хорошо. Шабнам Ханым довольно молодая девушка. Вот смотрите, какие вещи. В 90-е годы мы ушли. Ну, 90-е не так далеки, как кажется мне. Нет? В 90-е это не сказал. Почти 20 лет. Вот бы нам такое счастье, некую программу на уровне правительства области, чтобы нас отправляли в другие регионы и мы изучали как там живут выходцы из Кировской области. Не только из Кировской области. Не только, вообще из России, да. Шабнам Ханым, вот эта деятельность ваша, вы ездите, снимаете сюжеты, она вот в рамках соглашения межгосударственного? Это отдельная программа какая-то в рамках государственной республики. Вы знаете, что вы хотите, или это государство, Продолжение следует... 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 Вы приезжаете в города, общаетесь, снимаете сюжеты, хорошая такая картинка, а может быть потом начинают подходить, вот не все так хорошо, тут нас обижают, притесняют, вы там передаете на родине, что не все так хорошо. Нет, нет, нет. Они очень активны в своей деятельности здесь. За это время никто ни разу не пожаловался из наших земляков, чтобы ему тяжело здесь жить. Возможно, какие-то спорные, такие неоднозначные ситуации удавалось решить в подготовке сюжетов. Какая-то проблема. Можно я отвечу? Буквально недавно мы сюжет делали, как раз у нас молодежь собирали, и там такой вопрос возник, что вот некоторые говорят, вот мы заканчиваем, они здесь выросли, они есть азербайджанская молодежь, они здесь ведут оседлую область жизни. Вот многие там, ну не многие, там несколько человек, что вот уже окончили академию или университет и не могут строиться на работу. Какой-то есть барьер, допустим. Вот об этом как раз мы обсуждали, что я им пообещал этот вопрос уже на уровне правительства, будем решать, почему, с чем связано. То есть ребята горят желанием, специалисты уже. Ну, такие, знаете, и бывают проблемы. Я вот, можно я тут скажу? Пожалуйста. Я когда закончил университет, значит, и приехал в Кировскую область. А, Лизарич, уже бы на себя испытал. Да, но это был Советский Союз, это была не Россия. Потом уже, когда уже все узнали, чего там, вопросов никак. Главное, чтобы тебя узнали сначала. Ну, вот когда я закончил университет, я пытался устроиться, у меня в дипломе написано, филолог, преподаватель русского языка и литературы. Я пытался устроиться. Но вроде как с внешностью. Я пришел в одно место, потому что там писали, что вот потребность есть. Вы в школу пришли? В школу? Да, да, да. В школу. Мне сказали, посмотрели, нет, нет, нет. Потом в другую, нет, нет, нет. Я уже пришел тогда, когда закончил, в Посеговскую сельскую школу устроиться, ну, пришел уже там, вакансия была, пионер-вожатый, но надо было работать. Я пришел туда устроиться. Мне там единственное, чего директор честно тогда сказала, а как к вам дети будут обращаться? Азизага, лягушатоглы? Это то, что в паспорте написано. То есть, в принципе, такие проблемы, конечно, существуют. Но они же преодолимые. Они чисто психологически. Они же преодолимые. Вот там щелчок, щелкок, просто переселкать нужно. Да, 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 да. Потому что, ну, я скажу, что не хуже говорю по-русски, чем... А даже лучше иногда, да. Да, так сказать, большинство живущих на Вятке. Поэтому, да. Ну, такие проблемы существуют, мы их стараемся решать. Но я думаю, что это как бы не совсем основные какие-то там, знаете, проблемы, которые сейчас в обществе. Ну... Это барьеры, их надо снимать. Ну, вот, да. Я понимаю, что есть, да, какие-то там непонятные ситуации, какие-то есть где-то, возможно, не узнают. Возможно, где-то там ты человек должен себя нормально показать для того, чтобы к нему хорошо относились. Да, но когда покажешь, там уже вопросов никаких не бывает. То есть там уже как бы ты уже... Ну, вот хуже на себя испытали, да, вот показали себя. Там уже не бывает никаких. Это тоже как бы опыт. Но надо показывать. Но эти ребята ведь граждане как бы Российской Федерации. Да, да. То есть тут... Проблем-то быть не должно. Ну, тогда странно, да, странно. Ну, вот, к сожалению, бывает. Но я, конечно, тоже тогда согласился, действительно, а как меня дети будут называть по имени, отчеству. Да, это была реальная проблема. Ну, ладно, это дела минувшие дни. Сейчас-то все хорошо. Сейчас, слава богу, да. Даже Володя разрешает с ним быть в предыдущем передаче. Узнают, советуются, обращаются за помощью, за поддержкой. Я напомню, что мы сегодня в программе «Союз не рушим» и говорим о роли журналистов в укреплении межнациональных отношений. Вот у нас конкретный пример. Кстати, у нас оператор в студии присутствует. Это все у нас под запись. Да, да, да. Под видеозапись. Под видеозапись. Под видео записывает Али здесь. Да. Можете на него посмотреть. Но он в камеру, наверное, не попадает нашу. В интернете его не будет. Сейчас небольшая пауза, и мы скоро продолжим. Продолжается программа «Союз не рушимый». Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. И наши гости сегодня. Шабнам Ханым, журналистка телеканала «Дунья ТВ», ведущая программы «Ватаным Азербайджан». Роксана Абабаева, главный редактор журнала «Айкиров.ру». И Альнур Гусейнов, президент благотворительного фонда «Азербайджан», член общественной палаты Кировской области. Добрый день всем. Вот сейчас Альнур заговорил о том, возможно, этот опыт стоит использовать в Азербайджане, да, то есть рассказывать о жизни нашего города, вот именно в Баку в том числе, да? Да. Мы, Роксану, хотели поинтересоваться, насколько это осуществимо, насколько это полезно будет. Это, конечно, полезно. Вот мне как раз для уточнения хотелось задать вопрос нашей гости. Как раз вот по какому принципу происходила выборка городов? Почему именно Санкт-Петербург? Почему именно Ижевск? И почему именно Киров? Может быть, потому что там самая активная диаспора или в чем? Ну, в чем пособие? Санкт-Петербург, Санкт-Петербург. Орда bizim işадамлары фаалийтлиды в аякут нэ чур siz seçмислись бы шэррлари? Чоу гэзэл суалу ову. Прекрасный вопрос. Билиси, сэслиндэ Руси Федерасиасын бир-биринен чоу шэррлари в вилайетлэри вар. И мы практически будем пытаться все регионы как бы осветить. И азербайджансы достаточно активны во всех регионах. Мы тоже знаем, что мы получим фаалу азербайджанных генцам. И мы, конечно, в наших молодежках, в Азербайджанских отношениях, мы приходим и шэрлари в вилайетлэри. И в каких-то мероприятиях азербайджанских мы приезжаем и участвуем в мероприятиях. И так выбирали эти граждан, где какие мероприятия проходят. Более, мы больше стараются сохранить традиции, обычные и культуру, собственно говоря, азербайджанского народа. И в Азербайджане мы точно так же относимся, но уже к русской культуре, соответственно, это бережно. И вот русскую православную церковь берегут в Азербайджане. Сколько в процентном соотношении православных в Азербайджане? Ну, там практически... Там есть католическая церковь, но там практически большинство православная. Есть еще старая врядция, правда, но это я уже говорю вам, как знаю. И я хочу сказать, что русская федерация в Азербайджане, образовательные и культурные и культурные отношения, в Азербайджане, между Россией и... Очень большую роль играет в Азербайджане. Очень много благотворительных акций проводит этот фонд в России. Образовательные и культурные мероприятия организовывают. И я хочу еще раз отметить, что мы два очень близких, добрых народа, российский и азербайджанский народ. В Азербайджанном основе, президент Илхам Алиев, в 2008 году Илхам Алиев сделал все, чтобы открыть своим указом филиал Московского государства университета в Баку. И в 2015 году Московского государства университета университета в Баку. Простите, может, неожиданный вопрос задам? Мы так много уже упомянули. И предыдущего, и нынешнего президента Азербайджана. Простите, вы лично знакомы с президентом Илхам Алиев? Простите, Илхам Алиев. Мы очень любим своего президента. Я присутствую на мероприятиях, которые проводит непосредственно президент. И мы там присутствуем. Я спросил, а лично, вот, здравствуйте, господин президент, говорили. Она говорит, нет, я еще не говорил. Есть такое желание? Стир сам белябершевлосу. Поздороваться. Для меня это было большой честь. Потому что, как вы знаете, в последние годы Азербайджан развивается очень стремительными темпами. Вы помните, что у нас проходил Евровидение в Азербайджане. В 2015 году Европейские игры первые проходили. В Европе 50 страны, где было больше 10 тысяч атлетов из 50 страны. Потом недавно прошло 4-й Исламские игры в Азербайджане. Мухаммирейлик, федерасиясы. Исламские игры, простите, это странные участники, исповедующие Ислам. Ислам, да, да. Но это тоже спортивные игры. Да, это спортивные, но типа Олимпиада Исламские игры. Федерасиясы на дахиломыш 57 страны, 57 страны участвовали. И проходит теперь в 2016-2017 году. Теперь проходит этап Формула-1 в Баку. И теперь у Азербайджана почти со всеми странами дружеские отношения. И Азербайджан любит другие страны. И это заслуга и политика президента Ихам Алиева. Азербайджан очень древний историй. И, например, я хотел бы рассказать о нашей столице, о Баку. Время просто у нас уже не слышно много. Вопросы еще хотелось бы задать. Баку, древнейший город, за Кавказином. И там есть Турни, Жимчужины, Девичи башня, дворец Ширваншат. И, кроме этого, вы можете увидеть пашню огненную, как она называется, огненную, зал кристалл, олимпийский стадион, ну и так далее, и так далее. Баку сейчас стало очень популярным направлением среди российских туристов. Отмечают рост туристические компании. У нас неоднократно в студии звучала эта фраза «хочешь посмотреть Европу, поезжай в Баку». Европейский город настоящий. За последний год у меня статистика прозвучала, я слышал ее, 3-7 раза вырос поток из России в Азербайджан. Возвращаясь к вопросу, еще у нас пару минут остается, возвращаясь к вопросу освещения жизни в Кирове. Для тех, кто живет сейчас в Азербайджане. Ильнур, вот сейчас поток приезжающих в наш город, он есть из Азербайджана? На работу, жить? Я к тому, что есть там спрос на то, чтобы узнать о жизни конкретной в Кирове? Да, я понял. Спрос есть. Только молодых кадров, в принципе, да, они приезжают здесь обучаться. Мы знаем, что у нас хороший университет, там, медицинский. Знаем, что в опорный УОЗ и также Московская государственная юридическая академия. Да, вчера мы встречались. Вчера как раз мы там были на площадке академии. Есть потребность студентов, чтобы обучаться, здесь получить образование. А то, что там работающий, как бы класс, скажем, по классам если делить, такого нет, потому что сейчас уже отсюда, наоборот, уезжают в Азербайджан. Отсюда? Да. Ну, потому что, во-первых, уже с точки зрения законодательства, миграционной политики, уже многие сюда переезжают, там, пять копеек зарабатывают, а они, наоборот, еще должны, еще пять копеек сверху вложить. Еще должны остались, да. Да, чтобы получить хотя бы некую документацию для того, чтобы быть легалом. Потому что им сейчас не выгодно. Ну да, это стоит сейчас дорого. Это сейчас им не выгодно, потому что я очень много моих знакомых и даже друзей, некоторые уехали отсюда, там, квартиры продали, бизнес был какой-то у них. Они уехали в Азербайджан, хорошо живут, там, нашли себе какой-то там уголочек, работают, зарабатывают копеечку, то, что там я с ними постоянно себя сдержу. Он говорит, мы здесь могли зарабатывать, там, грубо говоря, в месяц 30 тысяч рублей, расходы были такие, а тут мы на родине, зарабатываем 15 тысяч рублей, нам хватает за глаза. Ну, там еще, как бы, там политика еще изменилась в том смысле, что Азербайджан открывает, во-первых, налоговую политику, очень серьезное внимание сейчас уделяют, они смягчают налоговую политику. То есть те, кто производством занимается, платят гораздо меньше. Вот, и сейчас активно создаются зоны поддержки предпринимательства и бизнеса, прямо конкретные зоны, ну, свободные, типа, экономической зоны. Это для отдельной переговоры. Да, ну, это для отдельной переговоры. У меня, наверное, последний вопрос. Просто ты спросил, я тебе, как бы, почему... Последний вопрос к нашей гости из Бакуша, Абнам Ханым. Скажите, вас уважают за вот эту передачу, за эти такие путевые заметки, записки по России. Вас любят, вас благодарят, вас благодарят. Говорят спасибо, что вы действительно делаете эту работу, освещаете жизнь в России. Азербайджан, да. Конечно, наши земляки нас очень поддерживают. И когда мы в России нас и в России русские поддерживают. Все нас благодарят. И мы всегда говорим, и мы приедем к вам в Азербайджан, посмотрим, как там дела идут. Азербайджан, да? Сизей достойкили, армия? Азербайджан, да, безе чёх достойкилили. И в Азербайджане очень поддерживают. Нашему народу очень приятно. Во-первых, мы образовательная эта передача. Мы рассказываем о местах, где мы бываем, да, о культуре, об традиции, об обычных. И наша передача мостик между двумя народами. И мы и про кухню, и кроме традиции. Союз нерушимый. Да, да, это уже на Союз нерушимый. Еще один Союз нерушимый, но теперь в Баку. Боб, Зим, Пере, Чех, Шьян, Международный, ВЗУ, да. Нам пора завершать сегодняшнюю программу Союз нерушимый. Еще раз говорю спасибо всем присутствующим, нашим очаровательным гостям. Шабнам Ханым, Роксанам Бабаева, Ильнур Гусеинов, Азис Агаев. И Владимир Сметанин. Всего доброго. До встречи. Спасибо. До свидания. Союз нерушимый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова